Финансовый кризис в Исландии 2008-2009 год Экономический кризис в Исландии, который с началом мирового экономического кризиса был вызван крахом трех главных банков страны из-за трудностей в рефинансировании их краткосрочных долгов и панического закрытия депозитов вкладчиками из Великобритании и Нидерландов. Относительно размера экономики страны, кризис 2008-2009 года в Исландии – самая большая в истории экономическая катастрофа в масштабах одного государства. Финансовый кризис имел серьезные последствия для исландской экономики. Стоимость валюты страны упала относительно доллара вдвое. Сделки по иностранной валюте были фактически приостановлены в течение многих недель. Рыночная капитализация исландской фондовой биржи, у которой 60% активов были акциями обанкротившихся банков, понизилась более чем на 90%. Исландия стала первой за 30 лет развитой страной, которая обратилась за помощью к Международному валютному фонду. Премьер-министр Гейер Хорди в обращении к гражданам предупредил, что страна может стать банкротом. Экономическая ситуация в стране вызвала массовое недовольство и протесты, которые привели 23 ноября 2008 года к массовым беспорядкам в Рейкьевике. Углубление кризиса подогревало дальнейшие беспорядки, что привело к 25 января 2009 года к отставке министра торговли Исландии Бьорг Вина Сигурцена. А 26 января 2009 года премьер-министр Исландии Гейер Хорди объявила о немедленной отставке всего правительства страны. 1 февраля 2009 года Временное правительство возглавило Йоханна Сигурдардатир. Рейкьевик получил значительный изрубежный кредит и МВФ выделил Исландии 2,1 миллиарда долларов, а 4 скандинавские страны 2,5 миллиарда долларов. 3 января 2010 года парламент Исландии принял законопроект о выплате вкладчикам из Великобритании и Нидерландов 3,4 миллиарда долларов. Однако президент Исландии Аллафур Рагнар Гримсон наложил вето на законопроект. Парламент назначил на 6 марта 2010 года всенародный референдум по принятию законопроекта о выплате вкладчикам компенсации. 90% исландцев проголосовали против выплаты компенсации. 17 февраля 2011 года парламент Исландии одобрил выплаты по банкротству банка Иссави. Однако президент страны Аллафур Рагнар Гримсон не подписал соглашение с Великобританией и Нидерландами и предоставил народу право решить этот вопрос на референдуме. 57,7% исландцев проголосовали против выплаты компенсации. С 2011 года экономика страны растет одной из первых в Европе и она вернулась на докризисный уровень. Банки, потерпевшие крах, Глиттнер банки, Ландс банки, Айлендос, Калптинг банки.